Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью с вами, Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в мастерской замечательного художника, Звенигородского художника Елены Александровны Светловой. Здравствуйте, Елена Александровна! Спасибо, что вы гостеприимно нас встретили в вашей мастерской. Я считаю, что для любого художника это, конечно же, сердце и душа. И сегодня по вашему предложению мы проведем урок, мастер-класс и, конечно, поговорим о вас, о вашем творчестве, о вашем жизненном пути. И напишем «Яблоки». Яблоки поспевают, поэтому сейчас самое время писать такие натюрморты. Елена Александровна, ну с чего мы начнем нашу картину? Я бы хотела, чтобы в процессе мастер-класса вы объясняли мне и, конечно же, параллельно рассказывали. А как началась ваша творческая жизнь? С какого момента вы почувствовали себя художником? Когда в руке появился тот самый заветный карандаш или кисть? Что было первое? Ну, сначала, конечно, карандаш появился. Мама говорила, что я родилась с карандашом. Ну, вообще-то, любовь к живописи у меня врожденная. Это даже не приобретено мною. Я просто с этим родилась. У меня в роду есть художники. Так что мне... Был дар дан Богом с рождения. Да. Что вы любили, когда были маленькой девочкой, писать? Что смотрели? Зачем наблюдали? Вот в какой технике вам было интересно развиваться? У меня был брат, и мы с ним рисовали, вернее, срисовывали все из книжек. Вот просто копировали. Вот с этого началось мое творчество. Простым карандашом на бумажке. Мы с чего начнем? А мы начнем тоже с карандаша, чтобы не забыть, как его держать в руке. Мы напишем веточку, проведем палочку, такую вот, как бы веточку живую. Вот, Маш, отсюда досюда. Так, отлично. Вот. Теперь мы напишем, нарисуем яблочко. Прямо кружочек. Яблочко, все яблочки по-разному расположены у нас. Хвостиком вперед. Вот так, Маш. Вообще, такие натюрморты можно писать без карандаша. Но так как Мария первый раз. Поэтому мы сегодня потренируемся с карандашом. Мы все-таки с самого начала. Потренируемся с карандашиком. Вот. Хорошо. Покруглее немножечко. Вот этот бачок, виден? Немножко. Да? Вот так вот сделаем. У нас работы будут немножечко разниться, потому что я вижу с этого бока, Мария. А вы видите отсюда. Так. Теперь напишем, нарисуем другое яблочко, которое чуть-чуть поменьше. Оно расположено по-другому. Нарисуем листик. У листика есть срединка. Как я говорю деткам, такой, как позвоночничек у нас. Вот мы нарисуем палочку, чтобы показать наклон листика. И на него как бы оденем все остальное. Как одежку. Этот листик виден и этот листик виден, да, Мария? Угу. Рисуем листики. Акварель – это очень старая техника. А как все великие... Когда вот вы, да, акварель стали писать? Когда карандаш перешел уже в акварель? В 10 лет, наверное, в 9 лет я поступила в художественную школу в городе Выборге. Это моя родина. Я отучилась там 6 лет. У нас был прекрасный педагог Леонид Иванович Бондарик. Кстати, в октябре 19-го года было 50 лет выпуск. Вот первый выпуск 50 лет прошло. И я туда ездила. Какие чувства, воспоминания нахлынули? Да, были наши ученики. Нас очень мало было. Какое это было время? Ой, это вот именно становление было. Становление как личности. Ты все видишь. Прекрасный педагог рассказывает, показывает. Мы уезжали на острова, на практику. А что вы вообще вот чувствовали, когда... И до сих пор чувствуете, когда видите перед собой холст, когда уже в руках кисти, рядом стоят краски, уже в голове мысли перед взором либо натюрморта, или пейзаж, и вы это уже вот все у вас скомпоновано? Вообще, чаще всего передо мной лист бумаги. Холст – это так, отступление. Я акварелист. Потом всегда... А в сумке носите какой-то блокнотик, карандаши, что-то есть? Обязательно. Обязательно. Куда бы я ни ехала, куда бы я ни шла, у меня всегда с собой есть блокнот. То есть вы настоящий художник? Я не могу сказать, что я настоящий художник. Я, наверное, любитель. Ну, неправда. Я не профессиональный, наверное, художник. Я не профессиональный, наверное, художник. Потрясающие картины. Вот. Немножко отступление от натюрморта. Да, давайте, давайте, конечно. В прошлом году я ездила в город Елецк. Очень красивый старый городочек. Ходила в Троицкий монастырь. И вот я работаю гелевой ручкой. Без карандаша, сразу. Вот прям быстренько набросала. Кстати, там вот тоже есть Елецк. Потом вот эти все наброски, они переходят в картины? Или они так и остаются? Или всему свое время? Знаете, Маша, может быть и всему свое время. Но вот мне кажется, набросок или вот что-то прекрасное ты увидишь, это все равно, что ты пришел в магазин, увидел красивое платье, да, и тебе захотелось его купить, да, или какую-то вещь, ложку, чашку, да. Захотелось его купить. И прям вот, и вот это то же самое. Состояние то же самое. Ты увидел, и вот ты быстро ищешь, где у тебя блокнот. Где у тебя экраны. Ты прям смотришь, где тебе присесть, или стоя, и прям быстренько. Вот тут вот 31 марта выпал снег. Да я прямо из окна своего дома, да, такой вот небольшой набросочек. Потом я ездила в Дютьково у нас, есть лошадки, там катают детишек. И вот я ждала девочку, когда она покатается, и набросочек лошадки. А это упряжь лошадиная. Очень красиво. Елена Александровна, сколько лет вы уже живете в Звенигороде? В Звенигород я приехала в 71-м году учиться на реставраторах. У нас, кстати, один год это было. Я закончила наше училище, и мы ездили на практику в Новый Иерусалим. У нас был прекрасный художник. Я, к сожалению, уже не помню его отчество, но знаю, что звали его Яков. Мы с мольбертами обходили всю Моженку, все окрестности. Место скита было просто развалено, вот груда кирпичей. А в Рождественском соборе зияла дыра. Да. Все это я видела. Но какая сейчас у нас красота, конечно, неописуемо. Получается, вы вот с 71-го года живете в Звенигороде? Да. Я с 71-го года живу в Звенигороде. Я здесь познакомилась со своим будущим мужем. Вот как вы считаете, очень много говорят о том, что Звенигородская земля, но она действительно историческая земля, и здесь очень много поэтов, писателей, художников. И во все времена сюда стремились, и приезжали люди. Бог, которым дал дар или словом владеть, или кистью. Вот как вы считаете, на ваше творчество Звенигородская земля повлияла? Мария, сказать однозначно я не могу. Потому что тоска по родине меня преследовала многие-многие годы. Я люблю очень природу. Люблю, ну, как каждый человек, мне кажется, восхищается. А какой уголок Звенигорода для вас самый любимый? Когда вышла замуж, я работала в парке культуры и отдыха. Вообще в отделе культуры. И в парке культуры и отдыха была инструктором. Проводила выставки. Договаривалась, а, ходила по предприятиям. Знала всех директоров. Фабрика «Динамо» была, фабрика «Игрушки». Я даже там художником немножко подрабатывала на фабрике «Игрушек». Рисовала новые какие-то там предметы. Не знаю, даже не помню уже, что именно, но было и очень интересно. В молодости нам все интересно. И мы делали выставки цветов, всевозможные какие-то там предметы, быта. Я не могу сейчас точно вспомнить, память у меня немножко. Было очень интересно. Конечно, это было очень интересно. И вот именно Звенигородский парк культуры и отдыха, он на меня такое впечатление произвел. Во-первых, там вековые деревья росли. Этот овраг очень красивый. Он нашел отражение в ваших картинках? В молодости, да. Но, к сожалению, многое не сохранилось. Елена Александровна, а где вот сейчас находят, ну, помимо, конечно же, мастерской, помимо того, что, я думаю, вы ваши картины дарите друзьям, близким, где ваши картины? Я знаю, что они не только в России находятся. Мне кажется, у каждого художника есть свои отдаленные уголочки, помимо России. У меня племянница живет в Америке. Конечно, там много работ. Для нее все было написано. Но для вас вот все-таки... В Европе. То есть много работы в Америке и в Европе. Даже в Австралии. Я вам скажу больше. У меня есть друг, Фокин Владимир Петрович, режиссер. И в Австралии живет его брат. Он приезжал сюда. Приходили они ко мне. Там зимы нет. Нет, в горах, конечно, есть снег. А он русский человек. Он очень скучал по снегу. Я написала ему несколько маленьких работ. Вот именно зимнюю тематику. И Успенский собор на городке. И улочки Звенигорода. Я очень люблю писать зиму. Вообще зиму люблю. Ну что, мы продолжаем рисовать? Конечно. А то наш натюрморт, мне кажется, уже заскучал. Что ли она рисовала? Листик. Листик. Ну вот такой. Мария, а побольше? Немножко. А побольше листик? Я только маленький пока написала вот этот. А побольше нарисовала. Нарисовала, да. Если человек очень хочет научиться рисовать, он обязательно научится. Я знаю, что вы сейчас активно преподаете. И к вам приходят рисовать не только дети. И взрослые. Живопись, она очень успокаивает. Она очень организует. Спросите любого художника. Он скажет, это просто какая-то магия. Сел и утонул. Сел за мольберт и забыл, что вокруг существует. Когда я была помоложе, я очень любила писать ночью. Я не знаю, мне кажется, многие художники пишут ночами. Так, еще одно яблочко, Мария. Одна палочка у нас сюда, вторая будет кверху. И вот здесь вот. Хорошо. Получается у меня что-то, Елена Александровна? Конечно. Что дальше? Мария, берем кисточку. Вот эту. Эту? Да. Еще тоненькую я положу на всякий случай. Так. Сначала мы ее помолим. Начнем писать с яблочка. Подберем цвет. Вообще смешивают краски, ну, не более трех, чтобы не было грязи. Цветы, фрукты желательно писать в два-три касания, чтобы они были сочными, яркими. И живыми. И живыми. Один цвет на другой. Я, конечно, не показала, как сделать объем, так как у нас только одно занятие. Но, тем не менее, все в процессе работы. Яблоки Антоновка еще не зазрели. Вот лучше такой цвет взять, Маш. Вот мы начнем. Не закрывая только блик. Палочка у нас темнее, чем само яблочко. Поэтому мы можем закрыть. Но будем вплавлять немножко разные цвета. Чуть-чуть. Вот смотри, Маш. Вот что я делаю. Я закрываю, оставляя блик. И палочку закрываю. Смотрю, где-то надо похолодней. Немножечко беру холодненького. А вот где у нас яблочко-то? Вот оно. Да. И смотрим. Свет обычно холодный. Тени теплые. Поэтому освещение мы немножко, чуть похолодней. Теперь посмотрим на это яблоко. Мне кажется, оно немножко холодней. Зеленее. Зелененькое. Более зелененькое. Прямо в этот же цвет мы добавим немножко другой тон. И закроем это яблочко. Оставим блик. Так, теперь мы перейдем к этому яблочку. Оно у нас желтее. Оно пожелтее. У нас бачок немножко пожелтее. Да, да. А сверху зелененький. Да. И вплавим сюда немножечко... Желтого. Да. Даже может быть желтого. Можем помешать вот так два этих цвета. Уже у нас будет другой оттеночек. И накладываем. Потом возьмем. Желтенький. И немножечко вот в бачок. Даже не то, что желтый. А немножко даже золотистый такой. Цвет. Чтобы переходы были плавные. По мокрому не нужно. Так все остановилось. Отлично. Отлично. А теперь мы еще вернемся к этим яблокам. Это у нас такая некая подложечка под них. Как бы такой цвет. Они будут еще иметь рефлекс. Собственную тень и падающую тень. Мы сделаем их объемными. Итак, что дальше? А теперь мы попробуем, пока они сохнут. Потому что мы пишем не по мокрому, а по сухому. Чтобы нам не терять время, мы возьмем... Подберем цвет. Как я говорила, акварель пишется от светлого к темному. В отличие от масла. Мы посмотрим. Самый светлый оттеночек у нас будет изнаночная сторона листика. Посмотрим, что у нас тут есть. Ну, у нас тут есть цвет индиго, такой голубоватый. Но что у нас будет теплее? Нижняя часть листика или верхняя? Нижняя. Нижняя. Сюда мы добавим чуть-чуть охрочки. Водички, чтобы на кисточке не было. И смотри, что мы сделаем. Мы закроем весь листик. А потом темное положим. И причем будем закрывать все листики. Да. Вот где есть вот это поворотное. Потом у нас светленькие есть прожилочки. Хочу, чтобы немножечко Мария докунулась в эту сказку акварели. Иначе это не назвать. Представляешь, белый лист. Лежат вот эти яблочки. И по мановению волшебной палочки превращаются. И у нас получится работа. Работа. Не обязательно быть художником таким. Нужно просто любить и восторгаться этим. Я восторгаюсь людьми. Искусство. Как это возможно нарисовать? Как передать цвета, этот объем, это настроение. Как вы этого добиваетесь, Елена Александровна? Знаете, когда я начинаю учить детей, я всегда говорю, мы начнем с АБВГД. Это как в школе. Если мы не знаем букв, мы не напишем слог, мы не составим слова и так далее, и предложения. В живописи то же самое. Если мы не будем знать азы, если мы не знаем, как сделать объем, не знаем, как построить. А вот просто так вот, что увидели, то и нарисовали. Мы можем также в школе списать сочинения или списать какую-то геометрическую формулу. Но понятия у нас о ней никакого не будет. В живописи то же самое. И вообще я говорю, что живопись – это математика. Вот правда. Ну что у нас дальше? Ну, еще немножечко добавим еще оттеночки, чтобы у нас были разные немножечко листики. Разные. Посмотри, Маша, они по оттенку разные, где-то похолоднее, где-то потеплее. Но это еще не конечный результат. Хотя уже можно оставить так. Прекрасно. Я сразу вспоминаю, как я училась в художественной школе. Педагог Леонид Иванович, он говорил, Елена, вот здесь еще нужно дописать, вот здесь тень уплотнить, еще что-то сделать. А мне 12 лет, 13, мне кажется, ну я уже художник. Уже все идеально. Да уже все идеально. Пока не нужно. Вот прям закрыла все. И когда я вижу, как пишут детки, я тоже говорю, нужно сделать. А я понимаю их реакцию, я читаю даже их мысли, то, что думала когда-то я. А что тут с меня хочет педагог, да? Когда и так все прекрасно. Елена Александровна, а с какого момента Вы поняли, что хотите и можете передать свое мастерство и все свои знания ученикам? Я говорила, что я работала в отделе культуры города Звенигорода. На улице Фронза была детская библиотека. И был читальный зал. Хоть это не входило в мои обязанности, но я старалась пойти туда, прям рядышком с отделом культуры находилась. И рисовалась с детьми. Именно вот то, что они прочитали в книжке, какие-то сюжеты. Я не ставила матюрморта. Но мне уже тогда, когда мне было еще 21 год, мне хотелось передать свои знания детям. Мне просто хотелось с ними рисовать. Но сегодня у Вас разновозрастные ученики. Да. Сегодня в Вашей мастерской занимаются ученики. Дети, назвать же их учениками нельзя. Они просто мои друзья. Я не знаю. Когда садится за мольберт ребенок 9-летний или взрослый человек 75-летний. Знаете, Маш, для меня разница и в возрасте, и в том, что умею я, и что он еще практически ничего не умеет, просто отпадает. Со мной рядом сидит художник. Вот как в данный момент. У меня нет такого, что я что-то умею. Мне кажется, я порой ничего не умею. Я просто это люблю. У меня грань уходит. Для меня все художники. Раз ребенок пришел ко мне, то значит, ему это нужно. Но я всегда стараюсь понять, кому это больше нужно, ребенку или маме. Обычно родители хотят, чтобы дети рисовали. Это очень часто. И сейчас как раз начинается новый учебный год. И перед всеми родителями стоит выбор, куда дать ребенка. А все мы привыкли, что нужно ходить и на спорты, и танцы, и вокалы, и кружок по фото. И мне еще охота в том стишке. Вот как правильно остановиться родителям и не делать того, чего не надо. Не загружать ребенка тем, что ему действительно, может быть, не нужно. Может быть, ребенок одарен, и из него получится великолепный художник, а не фигуристка. Ну, к примеру. Как вот это понять, Елена Александровна? Вы бы что посоветовали? Что я посоветую? Родителям, которые сейчас в муках, просто куда отдать свое чадо, любимые? Знаете, конечно, не все дети будут художниками и свяжут свою дальнейшую жизнь с живописью. Но живопись она организует. Дети, которые занимаются живописью, они и учатся лучше. У них внимание более такое. Организованные они. Я даже не могу это объяснить, я по себе знаю. То есть живопись показана от всем? Это терпение. Это терпение. Во-первых, доказано уже учеными, что живопись и именно написание с натуры лечат зрение, улучшает зрение. Потому что мы делаем глазками туда-сюда, смотрим на предмет. Упражнения. Да, упражнения. Мы продолжаем наши с вами упражнения. Елена Александровна, были ли у вас персональные выставки? Ну, наверняка были. Конечно. И много. Первая персональная выставка у меня была в нашей детской библиотеке. Ну, сейчас она уже не детская, а библиотека с прекрасным выставочным залом. Прекрасный директор у нас в библиотеке, Людмила Васильевна, которая очень приветствует нас, художников. Так что мы, вот лично я ей очень благодарна с такой любовью и нежностью, она к нам относится. В Москве, в Москве, в библиотеке, на филях у меня была выставка тоже месяца два. В городе Боровске была персональная выставка. Ну, а в нашем выставочном комплексе в Звенигороде не один раз была, по-моему, раза три уже. Да, вот совсем недавно была, в начале года у меня была выставка, как раз до пандемии, мастер и ученик. Так, если вы заметили, Маш, я пишу вместе с учениками. Будь то одно яблочко, будь то какой-то карандашик, какая-то былинка или тычинка, я все равно беру лист и пишу, и показываю именно своим примером. Я всегда говорю, я работаю попугаем, всегда говорю, смотрим, 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 смотрим. Ну, вот еще к яблочку вернемся немножко, 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 немножко они такие бледненькие очень. Елена Александровна, чем вы сейчас работаете? Сейчас мне хочется сделать что-то немножко другое. Вот акварель с гелевой ручкой, с тушью, с пером. Я очень люблю графику, и очень нравится мне один художник современный, Александр Рогалев. Он из Казани. В Фейсбуке я его нашла, просто любуюсь. Мне нравится его, вот такая вот графика чудная. Вот он меня немножко вдохновил. Ну, что у нас? Так, немножко еще нужно к яблочкам вернуться, Маш. Смотри, немножко такие светловатые. Вот, смотри, у нас должен свет быть вот такой, а само яблочко должно все же быть немножко потемнее. Если со стороны, конечно, посмотрит профессиональный художник, оставляя свет, он скажет, ну, может, не так учу. Но, тем не менее, ученики у меня поступали и в архитектурный, и в Строгановку. Что мы делаем с желтым? Желтым берем потеплее, также с лимоночкой немножечко. Чуть-чуть делаем тепленьким, прям жиденьким таким. Вот чуть-чуть, смотри, вот с одной вот так заворачиваем. Вот так вот, объемчик немножко сдать им. Вот так. Все, оставь. А теперь мы сделаем падающую тень. Тень обычно горизонтальна. У нас очень много света. Вот смотри. Но в данный момент мы представим, что солнышко у нас падает отсюда, значит, тень будет падать туда. Я вообще-то еще работала художником-оформителем, так что у меня не всегда может что-то объемное получаться. Вообще-то я художник-оформитель. Я работала в кинотеатре нашем, в Звенигородском. Писала, рисовала рекламу, к фильмам. Даже работала какое-то время и директором кинотеатра. Замещала ушедшую в декрет Ирину. Каким цветом мы делаем тень? Да. Теперь мы тень. Тени тоже теплые. Мы сейчас возьмем немножечко такой составим цвет, такой тепленький. Я обычно говорю, у нас же натюрморт стоит на белой бумаге, и поэтому снизу идет рефлекс. Вот такой вот тепленький. Хотя тень у нас и холодноватая, и зеленоватая немножечко. Вот смотри. Вот так вот сделаю. Сейчас чуть-чуть немножко такой запачкаю его. Смотри. Вот в одну сторону горизонтальная тень. Смотри, Маш. Так как у нас сейчас невозможно сделать правильную тень. Мы просто представили, что у нас солнышко падает с левой стороны, и все в правую сторону горизонтально у нас пошло. Белое должно было остаться. А теперь возьмем немножко холодного. Ну, может быть, ультрамаринчика, пока еще влажное. Вот возьмем чуть-чуть холодненькое. Смотри. И по краешку тени, прям по краешку проведем холодным. Вот так вот. Конечно, я, может быть, ничему не научила. И вряд ли сейчас это получилось. Но хоть немножечко. Мне это доставило удовольствие, Елена Александровна. Елена Александровна окунулась в мир красок. Вот именно. Посмотрела. Какая палитра. Потрясающая палитра. Какие вообще цвета. Елена Александровна, спасибо вам огромное за беседу, за мастер-класс. Это действительно огромное удовольствие работать с вами, с мастером, с мастером акварели. Хоть вы и говорите, что вы не профессиональный художник, но, тем не менее, я считаю, что это не так. И ваши картины тому свидетели. Поэтому продолжайте писать, продолжайте передавать опыт. Потому что это действительно вы учите радоваться каждому дню и радоваться всему тому, что видит наш глаз. И это самое главное. И таких людей счастливых должно быть больше. Я очень рада, если я доставляю своими знаниями, своими красками какое-то удовольствие. Просто иногда в своей повседневности мы совершенно забываем о том, насколько прекрасен мир вокруг нас. Какая у нас замечательная природа. И вообще тем самым мелочам, которым можно радоваться. Просто потому, что они доставляют удовольствие. Просто потому, что они красиво лежат. Или они сами по себе прекрасны. Вот сейчас яблоки, веточки зеленые. Сменится погода, пройдет золотая осень. Это совершенно другие краски. И вот как раз таки благодаря вам вы учите детей это все видеть и слышать. Через живописи. Нужно всегда делать то, что любишь. И любить то, что делаешь. Согласна. Спасибо вам огромное. Любить жизнь. Конечно, наши рисунки отличаются. Ну, это такое просто декоративное. Но мне нравится вот это яблоко. Оно, мне кажется, у меня получилось. Конечно, какие-то нужны нюансы. Где-то вот потемнее. Но, Маш. Для первого раза я справилась с задачей? Ну, можно сказать, что да. Если это первая работа, то да. Во-первых, это с натуры. С натуры, как обычно, писать сложнее. Детям легче срисовать. Я сама по себе это знаю. Я все детство так же, как и вы, срисовывала. С книжек разных сказочных героев. Это только в детстве. В детстве, да. Но вообще я пишу только с натуры. Маш, еще я хочу показать. У нас шикарные дубы растут. И у меня девочка здесь, ученица есть. Даже я уже... Они мне все внуки. У меня было самой пять внуков. И мы пишем, рисуем гелевой ручкой эти прекрасные дубы. У них такое... Какая красота. Да. И главное, что их там как-то полечили, чем-то закрасили. Я, конечно, не специалист по деревьям. Но настолько они живописны. Даже такая какая-то женская форма. Проглядывает. Да? Вот такие дубы. Вот именно графика, она меня завораживает. Елена Александровна, спасибо вам, что приняли нас в вашей мастерской. И немножечко окунули в мир красок, в мир живописи. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста, Мария. Я буду очень... Вообще очень рада, если я доставила вам хоть малейшее удовольствие. Спасибо. Я думаю, что не только мне, но и всем нашим телезрителям. Я напоминаю, что вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова